Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать видео про сафронитис Виттигяна. Да-да, сейчас все сафронитис называются котлеями, их обратно перенесли в род котлеи, но я по старинке буду назвать ее и сафронитис. Ну что ж, сафронитис Виттигяна. Я хотел бы начать немного с истории. Описана была эта сафронитис впервые в 1878 году. Родина ее в Бразилии, нашли ее в Бразилии и тремя годами позже, в 1880 году, Эмиль Виттиг отправил ее из Бразилии в Лондон. И четырьмя годами позже это растение, это сафронитис, она расцвела и ее запечатли в очень красивой, в этом красивом рисунке у акварели, который вы сейчас видите на экране, в журнале Gardens в 1884 году. Эта сафронитис поразила тем, что, во-первых, она была очень крупной. На данный момент уже были открыты сафронитис Коксинея и сафронитис Серноа, но эта сафронитис поразила тем, что цветок действительно был очень крупный, он почти полностью закрывал само растение, и он был розового цвета, так как мы знаем, что остальные сафронитис, они все имеют алый и красный оттенок. И эту сафронитис назвали как бы двумя названиями. Сначала это сафронитис Росея, что означает сафронитис розовая, либо по имени человека, который отправил ее из Бразилии в Лондон, сафронитис Виттигьяна. И на этом рисунке мы видим, что в Gardens в 1884 году ее также назвали как Grandiflora, что означает крупноцветковая, что действительно подтверждает о том, что цветок по сравнению с самым растением очень крупный. В литературе я нашел вот такой очень интересный сравнительный рисунок размеров разных сафронитис. И как мы можем видеть, у этой сафронитис Виттигьяна действительно, по сравнению с другими представителями этого рода, самые крупные цветы, самые крупные лепестки. Но автор указывает также, что эта сафронитис, она может быть и маленькая, видите внизу, посередине, это как бы максимальная номинальная форма, но могут быть и эти же сафронитисы, довольно-таки небольшого размера. Но по сравнению с коксинеей, она все-таки превышает ибербикулатой. Забегу немножко вперед, сказав, что очень многие авторы говорят о том, что пишут о том, что эта фаленопсис очень сильно варьирует размер своего цветка и качество самого цветка, форма от влажности, от условий произрастания. Если влажность высокая, если бульбы хорошо напитаны, если растение хорошее, то оно дает крупные, хорошие, ровные цветы. Год от года цветение может меняться. Один из авторов также пишет, что если вы получили в один год шикарное пышное цветение, это и сафронитис, можете не ожидать на следующий год такого же пышного цветения, так как она может отдыхать. Поэтому размер своего цветка и его качество также очень сильно может варьироваться от условий. Поэтому если вдруг у вас расцвела эта сафронитис, и вы видите, что цветок не такой, как на картинке, которую вы нашли в интернете, это еще не говорит о том, что у вас плохой растение, либо плохой клон. Просто нужно подождать, чтобы растение окрепло, и тогда у вас будет прекрасный цветок, который вам будет нравиться. В Бразилии эти сафронитисы произрастают, но вот в Японии с ними делают чудеса. Путем селекции получаются вот такие прекрасные, очень красивые формы, в которых размер действительно доходит до 7, 8, 9 сантиметров. И сама форма очень круглая, очень красивая. Возможно, конечно же, они и полиплоидные, и селекция направлена именно на увеличение вот этой вот круглой формы. Я нашел вот эти вот фотографии в интернете на японских сайтах, и также вот есть фотография с журнала с японского, где можно видеть, насколько разнообразны могут быть и варианты цветения, варианты клонов этих сафронитис. Нормальные типовые формы этой сафронитис, они розового цвета. Это говорит нам о том, что внутри, в структуре цветка, в пигментах присутствует антицианин, который преобладает, в отличие от других сафронитис, в которых вместе с антицианином присутствуют каротиноиды. Это может показать о том, что, допустим, в альбовых формах, так называемых альбовых формах, когда цветы теряют пигментную окраску и уходят в белый, в как бы оригинальный цвет, остальные сафронитисы, кроме витигианы, они теряют каротиноиды и превращаются в более желтые, в желтые формы, так называемые флаво, елло, желтые формы. Почти невозможно найти белую форму коксинеи, либо бербикулаты, либо другой сафронитис. Но у сафронитис витигианы отсутствуют эти каротиноиды и присутствуют только антицианы, как и у крупноцветковых котлей, которые, теряя этот пигмент, идут в белый цвет. И найдено... Я нашел в интернете, что всего как бы два растения, два клона до сих пор были найдены. Оба найдены, естественно, в Бразилии, в своей природе. Так называемых белых альбовых форм. Некоторые пишут, что это альбесцент, некоторые пишут, что это альба. И вот эти фотографии, они очень плохого качества, но то, что я нашел в интернете, и о том, о чем пишут в статьях по альбовым формам. Ну что ж, от теории вернемся к практике. Я получил мою сафронитис витигиану из флорали больше года назад. Об этом у меня есть видео на канале, если кому интересно посмотреть. Посадил я ее на блог, посадил я ее почти без никакого мха. И вот в этом году, осенью, у меня она выдала вот такой красивый бутон. Бутон уже сразу видно, что он был очень крупный. Потом он начал распускаться. Получается такой некий гадкий утенок, потому что когда открывается этот цветок, он такой мятый, такой некрасивый. Цвет такой еще не совсем однотонный. Но это все понятно, это все процесс. Но мне всегда интересно очень запечатлевать эти процессы. И можно сказать, в течение почти что недели распускается этот цветок, и потом расправляет свои паруса, расправляет свои крылья. Улучшается немножко его пигментация, он разравнивается. И вот вашему вниманию я хочу показать цветение моей Сафронитис. Такой вот красивый крупный цветок. У нее, как я читал, как я уже говорил, что очень много разных форм. И, конечно, эти все круглые формы такие красивые. Они, наверное, скорее всего, искусственные. Но у меня, я, наверное, думаю, что это все-таки какая-то дикая форма. Мне нравится эта форма. И растение... Также мне порадовало то, что последующие росты показали тоже маленькие бутончики. Поэтому цветение этой орхидеи будет продлиться на более долгий период. И хочу теперь рассказать немножко про ее культуру. Нужно посмотреть, откуда эти орхидеи происходят, где они растут в природе. Они растут, естественно, в Бразилии. Они растут на высотах тысяча-тысяча-триста метров. И они растут в лесах, в болотистых местах, где даже если нет влажности общей от дождей либо туманов, всегда есть, присутствует влажность от мхов, от болотистых этих вот мест. Поэтому это Сафранитис пишут все. И я вижу, что это так. Ей очень нужна довольно-таки высокая влажность. Я не говорю, что она не будет жить, так как у меня, если кто смотрел мой канал, у меня 30% влажности. Это моя нормальная влажность. Большинство, период большинства года. И она оживет, и она выжила, и растит корни. Но для лучшего роста, для хорошего роста этой Сафранитис нужна хорошая влажность. И много очень посадок в мох, в горшочки, в глину, так как также эти Сафранитис, почти что и все Сафранитис, они необходимы. Им необходимы прохладные температуры. Они любят прохладу. И эти Сафранитис любят влагу в корнях. Если котлеем и убьем, если будем держать постоянно влажными и не просыхая, то Сафранитис любят, чтобы корни были достаточно постоянно влажными, особенно в период роста. Они не любят пересушки. Они могут расти плохо, либо не цвести, если они будут пересыхать. Этот аспект нужно очень учитывать. Но температуры они могут выдерживать и большие. У меня тоже температуры выходят и до 32, 3, 4 летом, коротковременно. И они переживают все Сафранитис. Поэтому я хочу экспериментально. У меня почти уже 6 разных видов Сафранитис. И они все пока живут. Просмотреть, как, что. Но вернусь. Они любят прохладу. Цикл их роста возобновляется. И цветение это именно в прохладный период. Весной, либо осенью. Тогда начинают расти новые ростики, новые псевдобульбы. Цветут они сразу же. Вы видите, видели на моих видео, что цветы и бутончики выходят сразу же с распускающихся листов от псевдобульб. И происходит цветение. Покой у них после цветения. И в теплый, жаркий период года они могут начинать рост. Но этот рост будет очень слабый. Он почти что не продвигается. Происходит рост корней. Но развитие самого самой псевдобульбы, своего растения очень сильно затормаживается в жаркий период года. Прохлада им очень нравится. Я посадил свой Сафранитис на кусок коры. Поливаю ее почти что каждый день. Летом каждый день, иногда два раза в день. Попрыскиваю, смачиваю корни. Мне просто нравится поливать. И поэтому я могу уделить время. Но я думаю, что хорошие результаты также могут быть и в корзинках с мхом, либо в керамических горшочках. Естественно, мы все знаем, что Сафранитисы они очень хорошо участвовали в гибридизации. И вот параллельно у меня также цвела это Лилекатлея Лавкасл. Они тоже у меня есть много видео. Сафранитисы передают очень красивые алые цвета. И розовые, и алые. Это, конечно же, не гибрид Сафранитис Виттигяны. Но просто я хотел показать, что насколько крупны эти цветы по сравнению с вот Сеталей Котлею, которая все-таки Габитус Бульк намного-намного в десятки раз больше. Ну а цветы в два раза нет, но очень близки по размеру. Насколько они очень интересны для коллекции Сафранитисы. Если кому интересно смотреть, как развиваются, как цветут эти растения и не занимают много места, то это очень интересные растения для коллекции. Единственный минус Сафранитисов, конечно же, это они не имеют аромата. Природа наделила их очень красивыми, яркими окрасками, которые видно в лесу на многие-многие метры. Поэтому они свои силы берегут для цветка, для своего окраса, для размера. Но не для парфюма, но не для запаха, для аромата. Поэтому Сафранитисы не пахнут и все гибриды Сафранитисов они в основном не пахнут. Также хотел я показать еще дальше развитие цветения, развитие цветка. Вот потом уже начали открываться и как оказалось даже два цветка, потому что каждый новый рост, новая псевдобульба имела маленький бутончик в середине. Вот так вот он опять же развивается, это немножко страшненько. И цветок у Сафранитисов, по крайней мере у Сафранитис и Коксиния, и Сафранитис Витегиана очень-очень долго они цветут. Вот эти цветы, они цветут уже больше месяца, и он уже естественно начал терять свою окраску, он уже побледнел. Это 25-е на Рождество снимал католическое это видео, декабря. Можно сказать, что больше месяца 4-5 недель длилось это цветение. И вот уже поспели раскрываются нижние два цветочка, так как видно, что из-за холода и возможно также из-за полива они немного мельче, но немного ярче окраски, чем был первый цветок, но первый цветок уже пропал. Имея небольшой кустик картинку этой орхидеи. Вы можете иметь цветение, я думаю, что смело пару месяцев в своей коллекции. Эти очень красивые яркие огненные цветочки, розовые в случае витегианы и алые почти все остальные формы. И если вдруг вам удастся заполучить желтую форму, они очень редкие, очень дорогие, будете иметь тоже красивые желтые яркие цветочки. Всем спасибо, жду ваши комментарии, вопросы. пока-пока.